Добрый день! Свежие новости Архангельской области расскажем прямо сейчас в студии Вадим Федосеев. В областном центре начался ремонт дворовых территорий. Дорожники закатывают в асфальт двор на Советской 19, корпус 1. По плану здесь будет расширено дорожное полотно и сделаны парковочные места для автомобилей. Это двор один из 25 в Архангельске, попавших в этом году в национальный проект ЖКХ и городская среда. Проект был разработан по поручению президента страны Владимира Путина и активно реализуется во всех регионах. В столице Поморья подрядчиком для выполнения всего объема дорожных ремонтов во дворах стало городское специализированное управление механизацией АКСУМ. В Архангельске на базе ЛДК-3 открылось новое лесопильное производство. Это мощности 25-го лесозавода. На современный цех по переработке древесины возлагаются большие надежды. Напомню, 5 июля Минпромторг России включил в строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска в перечень приоритетных инвестиционных проектов в сфере освеяния лесов. Инвестиции превышают 4 миллиарда рублей. Открытие нового цеха, в том числе линии сортировки пиловочника и котельной – это первый этап реализации проекта. Это оборудование, скажем так, чуть лучше, чем то, которое у нас есть на остальных участках. Основные поставщики – это немецкие и российские компании. С вводом в эксплуатацию этого оборудования полностью, всего цикла, не только первого этапа, который мы сегодня видим, мы и второго. Участок ЛДК-3 вместо 250 тысяч километров переработки пиловочного сырья в год будет распиливать порядка 600 тысяч. Реализация второго этапа будет завершена в течение этого года. Как итог, 25-й лесозавод сможет перерабатывать свыше полутора миллионов кубометров пиловочного сырья в год и обеспечить трудоустройство свыше тысячи архангелогородцев. Архангельское телевидение обновляет лица. Наша редакция, как основной производитель программ для общедоступного регионального канала, расширяется зеленый свет молодым и талантливым. Собирать молодых и талантливых приходится буквально по крупицам. Журфак не спасает. С дипломом журналиста выпускники теперь чаще идут в пресс-службы, чем на телевидении. Но спасибо, например, факультету иностранных языков в САФУ. Глаза поднимаем, и человек говорит там «Здравствуйте». Наша новая ведущая и корреспондент в службе новостей Анна Рязанова окончила ИНЬЯС в этом году с красным дипломом. Четыре года старательно изучала английский и немецкий, а теперь оттачивает русский. После церемонии открытия в Добролюбовке. Но только рано ее выдавать еще, а нет, ну в смысле, кто она такая. Ей надо обуркаться в эфире, там всегда привет, раз там не знаю сколько-то появится. А это еще одна начинающая телезвезда. Выпускник исторического факультета САФУ 2015 года Михаил Меньшенин. Готовился стать учителем истории. Но отлично защитил диплом о движении сопротивления в Германии во время Второй мировой войны. Послужил военным связистом, а теперь преодолевает сопротивление своего речевого аппарата. Учится правильно дышать и говорить. То, как это делается в обычной жизни, на телевидении не годится. Медленно, амплитудно, амплитудно. Это похоже на кое-что неприличное. И длинный продолжительный выдох, как можно дальше, чтобы живот к спине прилипал. Еще, еще, еще вот до конца, беззвучно до конца. И через нос вдох на диафрагму. Хорошо, молодец. Российская и мировая практика ТВ показывает, чтобы стать телевизионным журналистом, профильный вуз не обязателен. Главное, любить телевидение и своего зрителя. А мастерство – дело наживное. Светлана Дейнека, Архангельское телевидение. Порядка 70 молодых поисковиков из Архангельской, Ленинградской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелии отправились в очередную экспедицию для поисков останков бойцов, погибших в годы Советско-Финляндской войны. Сейчас поисковики находятся в Суаяровском крае. За несколько лет проведения поисковых работ им удалось поднять и захоронить останки более двухсот погибших бойцов Красной армии. В основном это были уроженцы Архангельской области. Туда съезжаются ребята разных возрастов, у которых это в большей степени первая экспедиция в их жизни. Поэтому мы и называем ее учебно-тренировочной, где они не только выходят в лес, поднимают солдат, но еще обмениваются опытом, проходят учебные занятия, какие-то конкурсы, соревнования, круглые столы. То есть это не только чисто поиск. Итоги поискового сезона будут подведены на закрытии областной вахты памяти 3 декабря в День неизвестного солдата. А в Архангельской области можно поискать чудные дома. Например, в Верхней Томе по сохранившимся крестьянским избам можно судить не только об одаренности зодчих древоделов, но и проследить историю Русского Севера. Материал Ларисы Ивановой. Ажурно-расписной дом семьи Деревцовых – предмет восхищения местных жителей и гостей села Пучуга Верхнетомского района. Хозяин усадьбы Валентин Александрович родился и вырос в этом таежном краю, а потому все, что есть на участке, построил сам. Мастеровыми воспитал и наследников. Дочери неплохо рисуют, а я материал, соответственно, готовил. Сын больше помогал вырезкой заниматься, ну и совместно все. Вот и занимались, украшали. Отлично сохранившиеся рубленные дома – гордость Верхнетоймской земли и отличительная особенность двинских районов. По ним историки изучают традиции русского народного зодчества. С виду они просты и сдержаны. Все работы выполнялись только одним инструментом – топором. Но даже при этом каждый мастер старался сделать свой дом особенным. Охлупень или по-простому конек. Его ставили на крышу дома. В основном для оберега и для благополучия. У нас в деревне осталось всего два конька, то есть это вот, которые находятся в музее, и в деревне Мальцевской еще на дому, на старом, стоит конек. Леса на севере всегда было вдоволь, поэтому на нем предки не экономили, строили с размахом. В Афанасьевском, например, дома встречаются просторные, двухэтажные. С пятью и даже шестью капитальными стенками. Размер дома, количество окон – все это говорило о достатке и большой семье хозяина. Вот этот дом, например, шести стенок. По сути, это две совмещенные избы. При необходимости половину можно было взять и перевести в другое место, как поступили, например, хозяева этого дома. Родовое гнездо пенсионера Николая Викторова по частям не делили. Огромный дом, где 12 окон только по фасаду, тоже шести стенок. В Верхне-Тоимском районе таких построек больше сотни. Дедушка раньше ходил с этими спилами, с большими спилами, перили. До Москвы дохаживал, до Питера ходил с этими спилами. Погода дома не бывало, зарабатывал деньги. Вот построил такой дом. Детей было у него двое. Вот мой отец, да, сестра была еще у него. Я спрашивал, говорю, зачем такие большие дома? А говорит, наверху принимать гостей планировалось, а внизу как бы хозяйственные такие были. Летний вариант и зимний в двух вариантах дома. Живописные места, в которые в свое время влюбился художник Верещагин. Рыбалка, охота, чистый воздух. Провести отпуск в деревне особо рвутся городские жители. Потому и спрос на исконно русские избы в Верхне-Томе вырос. Многие вековые дома сегодня в строительных лесах. Северяне возвращаются на свою малую родину, реставрируют родительские дома. А значит, есть будущее у северных деревень. Лариса Иванова, Александр Фомин, Архангельское телевидение, Верхнетоемский район. Перспективы пляжного волейбола обсудили в администрации Архангельска. Этот вид спорта появился у нас в 91-м году. Результаты есть, но для развития нужны кардинальные решения, рассказывает Анна Рязанова. Не благодаря, а вопреки. Именно под таким девизом столица Поморья развивается пляжный волейбол. А все потому, что лето на севере короткое и холодное. А круглогодичных крытых площадок для занятий пляжным волейболом нет. Несмотря на это, архангелогородцы показывают высокие результаты. Так, на фестивале пляжного волейбола, который прошел в Архангельске уже в восьмой раз, наши спортсмены взяли золото и бронзу. Хотя конкурентов у них было более двухсот со всей России. Времени, где бы им заниматься, всего два-три месяца летнего периода. И тем не менее, в таких суровых условиях наши дети выполняют серьезные разряды, занимают первые места. Девочки нашей школы Десуша номер один стали чемпионами России. Перспективы развития пляжного волейбола в столице Поморья – это стало главной темой круглого стола в администрации Архангельском. Тренеры настаивают на строительстве крытой площадки. Без нее расти чемпионов очень сложно. В результате хотелось бы, чтобы у нас сложилось взаимодействие с органами власти в части строительства крытого пляжного центра, в котором мы в Северном регионе могли бы заниматься волейболом не только в летний период, но также круглогодично. Чисто по строительным прикидкам там не дороже, это будет все 70 миллионов рублей. А так, если уж совсем делать простой, то, допустим, на одну площадку это может выйти в миллион 15, может 20. Это совсем простенький. Чиновники со спортсменами согласны, но первая задача – найти место под такую площадку. А самое главное – источники финансирования строительства. Анна Рязанова, Сергей Минин, Архангельское телевидение. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-центра. Не прощаюсь.